Всех приветствую на своем канале это новое видео и в нем мы осмотрим этот действующий карьерный экскаватор. Продолжение следует... Продолжение следует... Такров ЕРС-710. Многоговшовый экскаватор. Обзерцер. Создан этот монстр немецкими специалистами. В 1984 году отдельные части были привезены на площадку и собирались в течение трех лет в единый комплекс. Сборка производилась нашими рабочими под руководством специалистов Такров. Комплекс продуман буквально до каждой мелочи, позволяющей легко обслуживать его в процессе эксплуатации. Вес экскаватора 1800 тонн. Работает за счет электродвигателя и потребляет 108 кВт в час. Ходовая часть экскаватора исполнена на гусеничном ходу и содержит 6 траков, каждый из которых имеет собственный электрический привод. Высота трака составляет порядка двух метров. 44 ковша экскаватора, собранных в одну цепь, позволяют ему достигать действительно впечатляющей производительности до 900 кубометров в час. Емкость каждого ковша 710 литров. Для сравнения ванны в наших домах порядка 200 литров. Добытая ковшами порода доставляется на первый уровень. Затем попадает на круговой конвейер, смонтированный в центральной оси экскаватора. Он передает породу на стрелу с ленточным конвейером, оттуда она пересыпается в вагон локомотива. В задней части экскаватора располагается стрела с ленточным конвейером, с которой порода пересыпается в подвижной состав. За работой конвейера и контролем погрузки следит отдельный человек. Для него здесь установлена кабина. Экскаватор состоит из нескольких ярусов, на которых расположено оборудование. Это один из них. Здесь располагаются электромоторы и редукторы лебедок, которые управляют ковшами. А это командный пункт этого комплекса. Здесь сидит машинист и управляет процессом. На верхнем ярусе расположено оборудование. Здесь расположены стрелы, на которых крепятся тросы для поддержки и управления ковшами и ленточным конвейером. Также для удобства обслуживания тут расположены люки, которые дают доступ к различному оборудованию. Субтитры создавал DimaTorzok Как ни странно, возможности этого монстра ограничены и работают только в летний период, так как замерзшую породу одолеть он не способен. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодняшний день экскаватор в рабочем состоянии к нему подходит электропитание. Но судьба его до конца не определена. Он стоит на продаже и без дела уже более двух лет. Субтитры создавал DimaTorzok Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, будет интересно. Пока!